Ой, друзья, вот такой вот вам привет! Слушайте, сегодня собирались в город по делам, а тут вот все дорожки замело, вот вышла в чуньках, тапочках, на улице минус семь, ну так хорошо, свежо, только надо дорожки чистить. Ну, а решили, почему не идти, потому что переговорились с подругой, Вера говорит, внук чистил дорожки, все равно, говорит, очень скользко, будьте осторожны, давайте, мол, пересидим, нам не срочно, но мы так решили, и правда, пересидим, потому что еще ветер такой идет, вот, закрытый инжир, надеюсь, выстоит, морозы маленькие, все-таки восемь только, семь, завтра, по-моему, стоит уже три, и, ну так хорошо, так приятно, и обалдею, я не думала, что так вот мне понравится, после Парагвая, а на самом деле прям, о, кайф, надо думать, чтобы не простудиться, вот, друзья, поделилась с вами погодкой нашей, так надо стоять, вот так, вот так, вот так, вот вам, красота какая, Вова работает, вычистил, ты даже на террасе снега было полно, вы видели, да, Вовочка, гребешь? Гребу. Гребу. И ты греби отсюда. И ты греби отсюда. Молодец. Посоветовали нам взять вот эту лопату металлическую, еще давно покупали, а они, говорит, быстро ломаются эти пластиковые, ну вот, вот, фу, прям сюда снег мне на камеру. Володя, сколько лет ты не занимался снегом, не чистил? Много. В Германии только улетел для машины парк плат, чтобы выехать. Бывало, и много, да. Мы лет 13 точно ничего не чистили. Вот ванная комната у нас практически готова, осталось только Володе плентуса сделать, но это не срочно. И пока потолки не придет натягивать мастер, конечно, у нас нет еще люстры, лампы, и пока пользуемся этой. Так, вот такие мы купили, мне так понравились они почему-то, вот такие вот две вешалки, они так как-то блестят красиво, под серебро, интересно смотрятся. Одну купили, повесили здесь, потому что здесь по плану будет сушильная машина стоять. Вот, шторки я это укоротила, вернее, сделала немножко меньше, обрезали лишнее. Осталось только стойку приделать. Все, ручку Володю уже прикрутил, полку повесил, вот разобрались с душем, все, душ тоже сделали, все нормально, все хорошо. И вот еще одна такая же вешалка. Тоже решили здесь удобно. С ванной выходишь, сразу можно и полотенчика вытереться, и халат накинуть. А здесь посмотрим, думаю, может быть здесь еще стиралку поставить. Все еще под вопросом. А, и вот такой половичок купили, хороший, такой классный половик. Тепленько так с ванной выходишь, замечательно. Ванной выходишь, замечательно. Так что все нормально, все хорошо, практически уже одна готова. Вот еще осталось и вот это вот. Ну, ничего, все потихоньку сделаем, все будет отлично. Ой, меня спрашивали за обои. Я забыла, вот сейчас вспомнила. Покажите поближе результат. Ну, как вам поближе показать? Вот он результат. Вот я же говорю, мягкая, теплая такая. Я уже показывала. Как еще показать результат? Вот такой результат. Вот, все это так смотрится. А здесь, конечно, будут потом уголочки, поэтому я так особо тут порядок света не привожу. Здесь все это потом перекроется. Что-то лишнее, может быть, обрежется. Вот так смотрится все. Вот они обои. А, самое главное забыла рассказать. Вот, точно. Так как у нас еще нету кухни, посуду приходится мыть здесь. И в ванне, и здесь. Вот я это сейчас пока выкрутила. Я поставила здесь веточку квертормашками, потому что здесь пипка выше берется. И мою посуду. И умываемся, естественно, и руки моем. И что я заметила, друзья? Я же вам говорила, мы хотели зеркало до самого умывальника. И там, естественно, пройтись акрилом или как. Вот Володя пока зеркальце тут повесил. Но пока. Почему хотела зеркало до низа? Чтобы не было мокрого, не было пятен, ничего. А в итоге получается все наоборот. Я даже сначала не заметила, а потом. Вот моем довольно-таки уже давно. И посуду умываемся. Вы знаете, я не видела, чтобы... Она поменяла цвет от того, что мокрое. Вот мокрый, должны быть пятна темные. Ни разу я не видел ни одного темного пятна. И... Ну вот все так чисто, так хорошо. И я теперь думаю, наверное, нам не надо зеркало делать до низа. Если я сделаю до умывальника, я буду это зеркало протирать на дне по пять раз. Потому что у нас все будет заяпано. А вот обои нет. Вот все чистенько. Все буквально все чисто. Так что, если кому-то интересно, возьмите, друзья, на заметку себе. Может кому-то. Ну, как тебя звать? Уже который день его кормлю на террасе? Приходит от соседей. Теперь вот дом зашел. Погреться? Ты грязный, наверное. Весь был... Плохастый, сильно далеко не ходи. Кто ты мне сейчас тут наведешь порядок? А? Ой, все, проверять пошел. Деловой. Так, и куда пошел? В чистую комнату пошел? Там у нас уже порядок полный. Все. Там у нас уже все. Жилая комната. А здесь еще так. Так, все, проверил? Ну, иди. Иди. Я себя плохо выведу, потом в следующий раз придешь, да? Надо тебе шеничек купить. Иди. Умничка. Все, беги, хорошие, беги. Приветики. Приветики. Ты снова пришел? А? Ты снова пришел? На улице минус один градус. И сегодня я была дежурная по очистке. Володя пошел на тот дом, там что-то проблемы с водой, что-то протекает. Взял шланг, пошел порядок наводить. А я здесь все прочистила. Эй, дружок, ты опять пришел? Ну, погреться пришел, да? Ну, все, ну иди, иди, иди. Вот умничка. Иди, прогуляйся. У нас сегодня на улице минус одиннадцать. Окошко все равно приоткрыто. Слегка ветерок тут дует. И у нас первая стирка, друзья. Пока мы передумали покупать стиральную машину, потому что Володя сказал, что эта машинка будет ржаветь, если она будет стоять в том доме, и не рабочая. И мы так подумали, зачем торопиться? Мало ли что. Может, Аленка перетрумает. Может быть, захочет другую модель купить. И мы пока сделали. Вот на всякий случай положила тряпочку. Ну, все хорошо, не течет, не капает. Прям замечательно. Потом Володя еще переделает розетку. Мы же не думали, что здесь у нас будет всякая стиралка. У нас же здесь по плану в углу душ. Поэтому нет ни одной розетки. Ну, пока пойдет. А потом он хочет пропустить. Как-то там. И вот там с уголка ванной вывести. Но это все потом главное у меня стирка. Ура, ура, ура. Все хорошо, все замечательно. И что у нас еще? Вот я уже развела клей. Обойный. Все, немножко так все уже пора и дальше клеить. Вот уже прекрасно получилось. И уже Володя тут все меряет, вымеряет, перемиряет. Вот. И уже начнем сегодня обои клеить. И когда мы закончим здесь поклейку, все, мы вызываем мастеру натягиваю потолки. И все. И вами у нас будет свет. И потом можно уже дальше будет полы класть Володе. В общем, берем, как всегда, в лучшее. Ух, уже у нас вечер. Шесть градусов у нас мороза. Я вот как смогла, натянула веревку и развесила белье. Первый раз, друзья, двадцать четыре года я не развешивала белье на веревке, тем более зимой. Ой, представляю, какой завтра будет какой аромат. Чудесно. Ой, управились. А там у нас, друзья, в тачке мясо. У нас в нашем холодильнике мясо не уместилось. Повезли к Аленке в холодильник. А он что-то закапризничал. Непонятно что. И Володя принес мясо назад. И вот положили. И все. Никто не утащит. Никто не слопает. И не пропадет. Ух, лепота. Все. Рабочий день закончился. Пол прихожки, в общем-то, готова. Все. Почти что, да. Все поклеили. Там будем думать по поводу двери. Здесь. Все. Рабочий день закончился. Нового сказал. Нет. Он еще хочет ящик собрать. Он каждый вечер по ящику собирает. Вот у него теперь этот ящик на очереди. Это у него уже как отдых. Это у него балдежная работа. А время у нас. Сейчас, друзья, покажу. Извиняюсь, теперь заработает. 22 часа, 11 час. В доме 19 с хвостиком. На улице минус 5 с хвостиком. Все. Вот так вот мы живем. Все, друзья. Пока-пока. Поделились очередными новостями. До следующего раза. Всем чао. Субтитры сделал DimaTorzok